Если хотите суметь вынести жизнь, готовьтесь к смерти. Зигмунд Фрейд. Не Фрейд, Фрейд это вот только наша дурацкая манера произносить. Он вообще великий шарлатан, по-моему. Ну, я же не психолог, мне это ждать не дано. Но есть у него одна фразочка, которую я уже помню. Боизнь оружия, что боезнь, это правильно. Попробуй, пожалуйста, скажи. Я не целого-то. Ну, тогда все, как раз, и все закончится. В общем, боезнь оружия есть признак неполноценного пустота и национального армии. Я больше искренне не помню, кроме того, что все, что я тут не думал, это все осуществление. Почему я его сейчас вспомнил? Потому что я тоже, я же не критик. Ну, прочитав все твои тексты, которые я нашел, да, в интернете. Вот я там это и вижу, что ты готовишься к смерти каждый день. Тем самым ты выносишь жизнь, как пишет Фройт. Фройт, да? Всякие глупые интерпретации, как к этому поэту относятся, когда в их строчках вычитывают все, что угодно. Ну, смотри, вот поэт хочет, пишутся, правда, как я тоже, в гработу. В меньшей степени, как мне кажется, художник, музыкант, построен человек, который довольно часто все-таки с смертью задумывается. Начинает с подросткового лица, когда чем-то начинает такое пропасть. И если он там его бросает за ним, то его бросает в состояние. То есть обычно человек такой нормальный, хороший способ. Об этих фигнях думает, какая она. То есть фигняка, наверное. Ведь он течет такой не встречается. Да, то есть он об этом не думает, он как-то так вот делает. Ну, и сердце заплатило скорую вызову. Устрацию нахуй, да? Ну, тут пишут, он все-таки неизбежен к себе каких-то особенностям характера и профессии. Но в этом нет. Раз мы об этом думаем, отрификсируют как-то. А еще как-то об этом пишут. Да, ты работал в психодиспансере. Кем? Санитаром? Сторожем? Санитаром? Санитаром? Те люди, они не думают про смерть? Ну, вот. А где-то выпало это чего-то не думают. А где-то особо не думают. Думают, наверное. Хотя, как-то так. Слишком было бы смело говорить за всех. Думают они, что-то не думают. Думают о себе. Ну, любимая тема многих литераторов, что именно люди-то в дурдоме, они есть люди настоящие, задумывающиеся о вечном. Чехов мимо этого не прошел, талачную версию. Ну, во-первых, в принципе, современная российская, а тем более в 90-х годах, когда я там работал в клинике психотерапевтической, вообще не в ТНС, где кто-то о чем-то думает. К сожалению, тут правильно включая и медицинский персонал. То есть медик выполняет свою работу, по видим-то там накатанным шаблоном. Люди, которые там лечатся, думают, как бы укуриться от всего того, что он врачи прописали. Все это он пишет вот эти вот все товарищи, которые красиво как-то были. Он пишет о каких-то исключениях, которые, как правило, сами увидели. И кому неинтересно писать о том, какие в реальности люди почитают, какие в реальности люди там лежат. Это вот там 70% алкоголики и химии, и что народу еще, вот такого разного плана. Но там нет, как правило, пиков, пиков-пиков шизофреников, которые думают о Вселенной, о Боге, и все-таки такое прекрасное. Я знаю, о Неси на свободе, вот Саверин, когда я работал на ТВ, я вел программу народных новостей, почти каждый день на проходную приходили люди, которые изобрели вечный двигатель. Им всем говорили, это я вам к Владу, он вас выслушает, снимет ваш сюжет. Да, я не говорю. Или их облучают, соседи? Нет, то, что облучают, это факт. Понятно, что есть такие сборы, которые невидимыми лучами облучают. Программа «Время», программа «Вести» на втором канале. Вот, очень хорошие облучающие программы. Вот, ну, да, на свободе-то, понятно, много труденков. Особенно, что он лежит в последнем больше. Вот, а, ну, не думают вот эти люди, о чем-то такое. А то легко купироваться в современном препарате. Там реально есть, конечно, все эти жизненные программы, вот если разобраться в судьбе, люди, реально разобраться, то, ну, там всякого полного. Когда я работал, там были дедушки, вполне себе обвиняемые, которых там дети сдавали, чтобы квартиру освободить. Ну, измера дают, вот, справку другую, и сдали. Квартиру освободилась, можно правильно. Ну, тогда это все полно. Были, была семейная пара санитарей, которых сын, больной, клетки, там, 15-го, лежит, они там работают, чтобы его и передали, или там, случайно, санитарей, которым возиться с ним, ну, и так далее, вот, если уникать в сюжете, в жизнь людей, верно, тогда, да, а так вот, если взять вот какие-то свои мысли, он досудит, вложить в придуманную персонажа, поместить его в ситуацию, где-то, 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 по-разному. Мне понравился переход твоей судьбы из санитаров в этом диспансере в консультанта по рекламе. Как-то есть в этом логика? Ну, я не вспомню. Ну, это не сразу было. Я же все работаю. Грущиком в аэропорте. На остальные твои периоды как-то ты не указываешь в журналах в своей визитке? Ну, я думаю, что я грущиком работаю. Это же не привлечет к такого внимания. Вот. Я в сторону был. Но легенда для поэта – это очень важная штука. Они, в принципе, сами часто все выдумывают. Да? Для любого, что-то легенда. Ну, рекламу тоже важно. Общаясь с людьми. Хотя мы полно все эти полуду, которые просто идут. Ну, в принципе, какие-то везде идут. Интересно, когда там тоже начинают. Ну, переход случился. Просто потому что случился. То есть, я учился на фен-карте. То есть, что-то писал книжек, что-то писал. Пошел с товарищем. Позвал меня на это. И не позвал меня на это. Пирайтером там был генналистом. Потом что-то еще вот так там все не приехали. Сознательно я пошел от работы, да. Копирайтер – это вообще как бы келевинская судьба для всех наших поэтов, скажем. Сейчас только что пошел фильм про копирайтера. Поколение. Копирайтер. Копирайтером в таком формате как-то переписано, потому что будет круто быть. Копирайтером в таком формате как-то не будет. Копирайтер. 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 Поэтому есть копирайтер, он прозревает сквозь сущность вещей. Заново устраивает контуры времени. Сейчас тут красиво скрывает. Сейчас вот у нас две их типа. Да, в чем тут прозревает? Ну, конечно, что тут пишет, прозревает. Тут на него снисходы плевает. Ну, что? Еще есть одна длинная цитата из того, что написал. Понимаешь, признак хорошего поэта в том, что когда ты читаешь, ты узнаешь себя. Я так себе и решила. Ну, я вообще же такой человек со стороны, поэтому я ей по-простому скажу. Видишь ли, все это, дикие люди, мутное время, добрые люди. Несли в себе тайну зародыш того, что могло быть. Теперь уж точно не будет. Теперь уже все обрело простоту. Регулярного с трезвым охранником парка. Вчерашняя истерика в интернете про Путина и Медведева. Как-то очень легла на это. Ну, это да. Слава, конечно, спектакль. Ты давно-то написал? Ну, это я, точно не сказал. Ну, так и сейчас в Круссии в стране тоже началась не вчера. Ну, это, в общем, не о политике, а о каком-то таком вот смене состояния. То есть, в 90-е время все довольно паскудное, по своей сути. Ну, на мой взгляд, оно все-таки было предъявлено. Ну, оно было хорошо тем, хотя бы, что подразумевало большое количество разнообразных возможностей на потенциалах каких-то направлений. Ну, вот и получилось то, что ты вот выкристалил его себе. То есть, совсем другое. То есть, вот сейчас вот эта такая структура, которая сохранялась. Ну, вот, вот по дорогам все-таки не пройдет. А в этом, собственно, и стежа. Ну, вот, не знаю, люди, поколения, о которых сейчас выросли, да, а сетям. Они же с радостью вообще не представляют вот именно эту атмосферу гневности. Они вообще-то не о чем-то, чтобы они не вычислят и не заморачиваются. То есть, они свои возможности ищут в другом времени, да, в других каких-то целей. Не исключаю, что все вот это процитирование, это просто наоборот. Все, потому что как хорошо быть мы могли. Хорошо ли это. Чуть-то опять вспомнился Чехов. У меня нет другого учителя по жизни. Только он где-то писал в письме, что почему наши русские способные, умные, молодые люди, сильные, только наступая 30 лет, они теряют веру в жизнь и гаснут, гаснут. Потом вторую часть своей жизни ничего не хотят, ничего не делают, ничего не ждут. Какой-то вообще закон такой. Надо, чтобы все до 30 лет, он там шуствит, что это учится. А потом, как правило, уже, в первую очередь, где-то формулы. Какую форму ты сейчас обрел, форму чего? Я обрел какую-то форму, какую я не знаю. Какую форму я не пишу, я обрел, я обрел, я обрел. Ее все написал. Все еще скидали. Не, не, а мне это скидка, я не забываю. Глуб.